Нужно речь про это, господин Торстан. Для себя вопросом нельзя уметь отвечать на этот вопрос, потому что с прошлого года показатель по государственному партнерству входит национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. А этот рейтинг является основой для рейтинга губернатора. Мы все должны понимать, как важно состояние государственного партнерства в нашем регионе. Мы с вами за последние годы были на втором месте по уровню развития ДЧП в Рейтинге. И в 2017 году упали на 2015. Приглашают на выступление руководителя агентства инвестиционного развития Рейтинге, который расскажет о текущем состоянии развития ДЧП в России, в Татарстане и наше текущее положение в рейтинге по уровню развития государственного частного партнерства. Вопросы. Так, ну, известно, что все участники у нас из разных ведомств и разных районов. Давайте мы сейчас подумаем, вот как вы сюда приехали, на чем вы приехали сюда. Наверное, большая часть людей, наверное, приехала на автомобиле, вот когда вы, то есть, кто-то может подможен приехал на общественный транспорт, когда мы с вами пользуемся каждый день дорогами, зданиями, системами коммуникации, вот мы же никогда не задумываемся о том, сколько это стоит и на какие деньги это было потратить. А сколько это должно стоить? То есть у нас таких мыслей, как правило, с вами нет, а должно быть. Потому что мы воспринимаем инфраструктуру как нечто данное и бесплатное. А можно ли на инфраструктуре заработать? Да, можно, и так делает весь мир. И так уже делает Российская Федерация. В последние годы, благодаря нахудренному эффекту интеграции этой инфраструктуры и транспорта, появились целые гиганты мировой промышленности. Например, Амазон-компания или компания Алипопа. Круппатализация Амазона в 2018 году достигла одного триллиона долларов, а ее основатель стал самым богатым человеком в мире. А ведь этой компании 30 лет назад еще даже вообще не существовало. Поэтому в этом мире есть люди, которые знают, как сделать деньги для инфраструктуры. И я хотела, чтобы мы с вами тоже прошли по числу таких людей. Сейчас наша страна на инфраструктуру тратит 2,8% отвала внутреннего продукта всего. А если мы с вами посмотрим, сколько требуется инфраструктуры, то потребность составляет 4,2%. В 2024 году траты должны достичь 5%, чтобы не было дефицита инфраструктуры. В акционерных цифрах в стране по оценке центра государственного частного партнерства за 6 лет нужно потратить на инфраструктуру этой модернизации, в первую очередь, 25,9 триллионов рублей. Для понимания, масштабы инвестиций всех национальных проектов составляет 25,7 триллиона рублей. Из них на инфраструктуру, по этой какому оценку, может быть направлено на 15,3 триллиона рублей, то есть 10,6 триллиона рублей не хватает. Дефицит в инфраструктуру был, есть и будет всегда. Очевидно, что государство его никуда не закроет, он будет только нарастать. И как показывает анализ Рубежен, в практике сам, о себе дефицит он не страшен. Он не есть у всех странных, у богатых, у бедных стран, у больших, у не очень. Главное правильно распределиться теми ресурсами, которые есть. Вот на экране мы видим отрасли с высокой потребностью в инвестициях. С огромным отрывом в этой четверти находится транспортная инфраструктура. Не все средства национальных проектов, конечно, инфраструктура. Это примерно 10,6 триллиона рублей. И учитывая нехватку бюджета, средств, федеральных и региональных, логично предположить, что нам нужно использовать именно механизм ДЧП. Что сегодня происходит у нас в Российской Федерации в силе государственного частного партнерства? Принято решение о реализации более 3200 проектов, как видно на слайде. В основном это проекты в сфере коммунального хозяйства, то есть 82%. Соответственно, я напомню, что все проекты государственного частного партнерства, которые есть, они реализуются либо в рамках собственно-законного государственного частного партнерства. Это 224-й федеральная заболе и 115 законных принцессионных соглашений. Проекты социальной инфраструктуры, такие как школы, спортивно-здоровительные комплексы, детские площадки составляют 12%. Проекты транспортной инфраструктуры вообще всего 3% от общего числа. На слайде вы можете видеть, сколько проектов, в каком денежном объеме уже реализованы в формате ДЧП в нашей стране. Сегодня около 1000 проектов работы органов власти, частных партнеров. Они представлены в качестве ДЧП инициатив, потенциальный объем инфраструктуры составляет 2 миллиона рублей. На финальной стадии проработки по всей России находятся 3000 проектов. Обратите внимание, что основное количество этих проектов находится именно на региональном или на муниципальном уровне. То есть это свыше 1,6 миллиона рублей частных инфраструктурных В 2018 году начали заключаться соглашения о 224-м патериальном законе. К сожалению, таких проектов на начало 2015-го года всего было 4. На общую сумму 786 миллионов рублей. Из них соглашение, которое было подписано в Татарстане, разработано нашим специалистом инфраструктурным развития первой в России, кстати. В первую очередь, система может быть заключена в соглашении. Ключевое различие в том, что по 224-му федеральному закону заключается участие на частности гранили юридических лиц со значительным публичным участием, не находящихся под контролем указанных лиц. Также стоит отметить, что право собственности к удовлетворительному соглашению, публичное, а по ГЧП частное. Все различия в обязанностях частной стороны я не буду сейчас перечислять, но отмечу, что по 224-му федеральному закону частная сторона должна получить банковскую гарантию на стадии инициации проекта по объеме не менее чем 5% по объему прогнозируемого на сервисе проекта. 224-й и 115-й федеральный закон различает объекты соглашения. Отключаю ваше внимание, что по 224-му федеральному закону обязательно является предварительной оценкой эффективности и сравнительного преимущества проекта. Придели проведения конкурса тоже расписаны. Если у вас есть какие-то вопросы, не просим вас обращаться в агентство, мы готовы вас консультировать. Я в конце концерта покажу контакты специалистов, которые у нас этим занимаются. В 2009 году в инициативе ведущих финансирующих экспертных организаций было организовано некоммерческое партнерство Центра развития ГЧП. Главной задачей которого стала консолидация участников и инфраструктурных проектов для внедрения в Россию механизмов ГЧП. Центр ведет деятельность в создании условий для ухода на развитие и модернизации общественной инфраструктуры на территории России с применением механизмов в старшем частном партнере. В 2012 году Центром была разработана методика рейтингования субъектов России по уровню развития ГЧП. Он формируется на животное сном и влияет на национальный рейтинг в состоянии инфраструктурных климатов субъектов Российской Федерации. В 2013 году Центром заключено соглашение с инфраструктурным развитием России, в рамках которого создана единая информационная система по вопросам ГЧП. В июне 2017 года Центр был реорганизован, он стал называться ОНО «Национальный центр ГЧП». И, соответственно, в последний раз на Восточном экономическом форуме было принято решение, что в состав учредителей этого центра входит «Промышленная палата Российской Федерации», «Российский союз промышленников предприятий», «Общественная организация деловая Россия», «Лэбовская группа проектного финансирования» и так далее. Данное решение в том необходимости объединения усилий участников рынка для того, чтобы мы стимулировали эту работу. Итак, с 2013 года проводится рейтинг этот регион в России, и в этом году Татарстан занял 22 место в этом рейтинге. Соответственно, место в этом рейтинге также используется при определении текущих показателей эффективности деятельности высшего государственного рейта в субъектах Российской Федерации. 22 место – худший показатель для Татарстана за все время существования рейтинг. Попадение в рейтинге, несомненно, скажется на показателях других, в нашей республике. Соответственно, вы можете видеть по годам, как мы ставили, мы были в втором месте, и когда активизация пошла, когда начали выделять федеральные средства, когда в региональных бюджетах других субъектов были заложены средства на эту реализацию, мы с вами этого не сделали. И вот результат. Ну, соответственно, конечно, оценка внутренней развития ГЧП, там она комплексная. Там очень живется несколько факторов, которые добавили на правовое обеспечение сибиры ГЧП, очень серьезную часть, и 40%, и порядка 60% – это реализация самих проектов ГЧП, там, крепко, да, уже. Вот. И есть целевые модели, показатели развития институциональной среды и нормативно-пробой базы ГЧП. Они включают в себя межрепостное взаимодействие, инструкторное планирование, информационное открытость и мироподдержки, систему управления сферой ГЧП. Все они между собой равнозначны и дают одинаковый вес при формировании круглого рейтинга. Нельзя только эффективно взаимодействовать со самими коллегами. Нужно постоянно работать над планированием, информационным сопровождением и работать по всем планам, чтобы быть успешными. Целевые модели, показатели, методики, опыта реализации проекта ГЧП приведены на экране. Все они также равнозначны и носят одинаковый вклад. Прошу вас обратить внимание к изменениям, которые произошли в этом году. Также вводится к формированию кластеров для представления рейтинга. Кластер формируется на основе показателей по потенциалу развития ГЧП в регионе, и рассчитывается как комплекс трех факторов. Это численность населения, то есть чем выше, тем выше потенциал. Это ВРВ на душу населения и отношение объема госдолга к объему налоговых и не налогового дохода к бюджету рейтинга. С 2018 года информация о проектах находится на платформе государственной автоматизированной информационной системы управления. Коллеги, это федеральная система. Она представляет собой единую государственную систему, которая обеспечивает сборку, учет, обработку, анализ данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, аналитических данных, данных официальной государственной статистики, а также и на сведения, необходимые для обеспечения и поддержки принятия в районных решениях в регионе ГЧП. То есть она предназначена в том числе для устранения инвестирующих потоков и запросов аналитической информации международного властвия. Если раньше часть рейтинга, которая зависела от проекта, формировалась на основе данных, которые мы предоставляли в Excel, в таблицах просто, то сейчас количество внесенных вами проектов в эту систему напрямую в ней на позицию в рейтинге. Поэтому я просила бы отнести серьезно к этой работе. Сейчас мы будем... Я сейчас хотела бы показать вам, насколько наши регионы вообще в этой системе работают, кто-то в этот проект вносит, и как это влияет на общую систему. Так, значит, у нас сегодня ввезены 132 проекта, да? По количеству внесенных проектов в данную систему мы даже с вами не лидируем по Волжску и Волжску и Федеральной округе, когда в округе мы с вами всегда лидируем во всем. Видите, мы даже в округе третье место сегодня занимаем. Мы каждый день эту систему мониторим, работаем с муниципалитетами, с районами, консультируем, помогаем. Это все равно, кто не приводит нас к результату. Вот следующий слайд. Здесь очень хорошо видно, какие районы действительные в систему полностью. Их проекты были учтены при формировании рейтинга. Посмотрите, пожалуйста, какая разница между районами. Если в Собинском районе... Здесь Собинский район. Вот, да, здравствуйте. Если в Собинском районе 54 проекта внесено, почему такого же количества проектов нет в других районах? Почему там только один или два? Почему Собинский район может отвезеться, а другие районы не могут? Вот просто следственные коллеги здесь находятся. Я, в пользу случаем, выражаю благодарность Собинскому району и тем людям, которые в районе торговли, организовываются. Тут личная глава, да, значит, у него в этой работе порядок. Дальше. Ну, мы тут можем видеть следующую картину. Проекты, внесенные этими районами, где-то даже не зачлись в рейтинге. То есть внести их просто, да, недостаточно. Кто-то из районов не полностью забыл информацию. Огромное количество работы проделано, но из-за различия сотрудников, ответственных за внесение проектов и руководства результатов, итог у нас очень плохой. Посмотрите, в Рыжановском районе 36 проектов, в Куинске 26. Это же огромная работа, которая была проделана, и она в рейтинге заключается, не учитывается. Почему она не учитывается? Потому что, ну, простые люди, например, хотят работать с информационной системой. Часть районов смотрел на красный цвет, да, вот на слайде. Это те, кто просто зарегистрирует в системе, написали название своих проектов в надежде, что они после этого отстанут, и этого достаточно. Вот это просто халатное отношение к своей работе. Ну и отдельно, если вы так отметите, районы, которые по линии ВЧП вообще никакая работа не ведется. Это 23 района, и у меня отсутствует комментарий. Я не знаю, что сказать. Это просто позор. Вернемся к субъектам России. Позор и аплодисменты. Что же они делают, что не делают мы. Вот чтобы не было у нас разговоров. Это же Москва, Московская область, Санкт-Петербург. У них столько денег, столько ресурсов. Мы сейчас будем смотреть с вами на наших соседей. Это Самара, Кимошкин-Костанова. Спасибо. 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 Спасибо.